привет друзья это youtube канал краснюс и я журналист дмитрий полушин весь день сегодня я под впечатлением новости из верховного суда россии который поставил точку вопросе который в этот суд адресовала жительница волгограда о том имеет ли она простая жительница россии право на своей даче на своем садовом участке содержать куриц курятник с таким вопросом иском она обратилась верховный суд после того как ее местные власти решили оштрафовать на 10 тысяч рублей оштрафовать после жалобы соседей по даче которым не понравилось что у женщины на участке бегают курицы верховный суд решил раз и навсегда что россияне не имеют права на своих дачах где категория земли и назначение садоводства иметь никакую живность у кроме кошки и собаки естественно не только птицу но и поросят уж тем более крупный рогатый скот неважно как вы формально относились к земле которую вы покупали для того чтобы построиться для того чтобы на старости лет иметь какое-то свое хозяйство вести это свое личное подворье нет если у вас документах написано что ваш участок для садоводства и огородничества вот и занимайтесь возделыванием грядок картошку садите помидоры огурцы клубнику смородину ранетку никакую птицу если вы мечтали завести или уже сейчас завели вы на это уже права не имеете почему эта новость вот так меня задело я не знаю как у других семей мужиков женщин с ценностями я лично считаю что здоровая семья и вообще знаете здоровый образ жизни он всегда связан с землей и вот я последние пять лет много времени проводил на даче взял сначала кредит купил 8 соток потом взял еще кредит еще 8 соток купил потом еще и вот сейчас у меня 24 сотки не все были задекларированы на этих выборах место не бог есть какое среди помоек стихийных свалок окраина октябрьского района бугач нас тут не воды не стабильного света вот и думал что на старости лет вот на этих участках которые приобрел построю и курятник и поросят буду выращивать но чем еще заниматься будут для вас видеоблоги записывать ругать власть а теперь понимаю что этим планом не суждено сбыться что поскольку это участки для садоводства ну придется только выращивать морковку мне еще миллионам других садоводов дачников которые решили не знаю остаток жизни допустим или свободное время провести у себя на земле естественно что ну практически знаете так вот ском в горле говорю об этом потому что неприятное ощущение что как будто бы суд это все нужно власть понимаете это все равно так или иначе связано с правящей верхушкой которая задает тон сказал бы об этом суд на неделю раньше на три дня раньше еще перед выборами нет он сказал об этом буквально через несколько часов после окончания выборов чтобы не дай бог люди не связали это решение с единой россией этими на от этой власти мы ранее получили решение чтобы не дай бог люди не строили большие теплицы у себя на дачах потому что если вы построите больше 50 метров квадратных теплицу будьте любезны уже платите налоги за то что у вас на земле стоит эта теплица именно эта власть начала регламентировать бурение скважин до артезианских вот либо запрет либо обязательно платить деньги государству и когда ты все вот это вот загибаешь пальцы что делает власть суды против простых людей такое ощущение что но если это не геноцид то это какое-то постоянно закручивание гаек попытка от задушить самых бедных самых таких знаете людей от сахи что ли которые приближены к земле ведь не против крупного бизнеса принимаются решения а вот против против нищеты которые в общем то нет хорошей жизни часто занимаются огородом эту картошку несчастную сажают выкапывают капусту помидоры огурцы для кого это может быть такой очень важный источник дополнительного пропитания потому что пенсии плохие потому что зарплаты нищенские вот такую власть мы имеем такую власть выбираем и от того что люди не ходят на выборы жизнь лучше не становится это один день прошел после выборов нам сказали вот эту новость садоводам огородникам сейчас как единая россия попрет реализовывать свою народную программу обычно то все наоборот делает о чем ее не просит мы сейчас посмотрим какие у нас сейчас новости попрут не вернут ли обратно 10 тысяч которые выдали в качестве подачки и подкупа всем пенсионерам там сиротам и так далее в военным поглядим ребята как теперь заживем с 1 россией и с этими судами это эту канал краснусь я журналист дмитрий полушин всего вам доброго держитесь